Субтитры создавал DimaTorzok 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 А почему просто Владимир? Ну потому что я неграмотный и очень это 6 классов кончил вот Ну пойдемте Я отходил от людей подальше потому что с людьми тяжело честно говоря это потому что у каждого свой характер вот А это вот крест я всегда его прохожу и всегда целую Господи ты за нас кровь драгоценную проливал вместе с Матерь Божией Поцелуй как бы становится легче мне иногда даже как бы это ну учешает меня крест Вот мое хозяйство вот оно и мое конечно это у меня только одни сопли а моего то ничего нету собственно понимаете Да это просто меня это ребята угостили пивом и я иногда даю говорю давайте мне пустые бутылки я хоть что-нибудь игрушки какие-нибудь сделаю Вот ну все равно как бы маленько красиво да Как больше сказать ну пилейка просто пилейка Ну заходите Здесь я живу да Ну правда это тут все так ну У меня тут такой бардак вы конечно не обращайте на это внимание Я когда сильно началось замерзать то пришлось мне вот это придумать вот это вот ну я вспомнил вагон он там поднимается и отпускается Вот я сделал это как в вагоне это она отпускается и поднимается У меня это ну на черный день это ну косточки я их перемолачиваю добавляю это в суп там в кашу себе маленько добавляю вот ну этих сухарей даже вот сейчас пахнет да Монастыри мне там делать нечего и люди надо мной смеются правда вот Давай сюда вверх и смотри Как сюда попал по слуху что здесь есть озеро и что тут деревня распадается ну и как бы тут один иеромонах Петерим тут вот здесь на семисоснах он На горке вот тут вот он первый заехал а потом как бы он меня пригласил ну и я приехал Ну красота это конечно красиво конечно ну вот мирским много нравится людям ну это как бы это сказать это временная красота приходит зима все холодно ну какая тут красота хоть бы согреться бы понимаешь Многие рыбаки удивляются как говорит ты живешь здесь Многие удивляются как ты выживаешь здесь конечно конечно здесь тяжело Ну без благодати Божией я бы даже и день бы не прожил бы здесь честно говоря Да 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 Продолжение следует... Вот у меня система включилась. Там сейчас 5 загорится лампочек, это значит уже заработал модем спутниковый. Вот тут у меня Wi-Fi, вот этот роутер, чтобы проводов лишние не запинаться. И вот оно, это, выключается. Уже тут покажут, наверное. Сейчас, видите, прихожане все стали такие опытные. Я надеюсь, сразу сказали, говорит, батюшка, надо общаться как-то, с телефона ничего нет. Давай по скайпу, я говорю, и так у меня и связи никакой нет. Вот, вот Иван Георгиевич звонит. Ответ. Иван Георгиевич. Алло. Сейчас, сейчас. Ты слышишь, нет меня. Слышишь? Сейчас, подожди, сейчас. Вот видишь, он знает, что я в это время могу на связи быть. Ответить. Ответ. Иван Георгиевич. О, здравствуй. Бог тебя благословит. Я тебя поздравляю, Иван Георгиевич, с прошедшим днем ангела. Да, да, ну, 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 ну. А вот как получилось. Определил мне этот статус архиерин. Хочется жить вот где-то. Встаем в таком пустынном месте. Попробовать. Мы-то же все воспитаны, все эти монахи воспитаны на такой вот литературе. То есть на опыте в таком пустынном. И вот как-то мы поехали сюда. А я-то хотел озеро все. Вот озеро мне надо было, чтобы и рыба была, и чтобы вот тайга, и все прочее. Мне так это место нравилось. Я все узнавал. Это вот, ну, это, как туда добраться. А там, говорит, да что там туда поедешь? Зона. Зона там колонии. Вот что ты там будешь делать? И колонистов. Ну, ревность у меня была хоть сейчас. Начинать с землянки. Все. Хоть со снегом. Я уже не говорю даже о мирских людях, о монастыщих не смогу. То есть предложить то, что все захотят, смогут так жить. Мне что-то от души, наверное, идет. То есть предрасположенность к такому житию. А здесь очень сложно. Вот я сколько ребят было здесь, они не могут выжить. Ну, мама мне случайно как бы сказала, тебя отец, говорит, с двух лет, говорит, ну, то есть, ну, или где-то около двух лет, говорит, в окошко, говорит, тебя выкинул. Вот, как бы он так сильно обозлился на меня и это взял в окошко, меня выкинул. У нас было вообще это семь человек было в семье, вот. И сдали меня в детдом. Там меня тоже доставалось сильно. Твои игрушки заберут. Я плачу, ору, отдать им мои игрушки не отдают. Ну, в общем, всякое было у меня в жизни, да. Сначала я это, жектористами поработал, потом скотником пошел я. После скотника пошел это, поехал в город, в Барнаул, вот. Там это, текстильную промышленность устроился. То на одной там работе, то на другой работе. Ну, в общем, тоже мне там не повезло. Потом женился там, вот. Плохой был семьянин, как говорится. Убегал из дому. То с одной там, то с другой познакомился. Вот. И это, жена видит такое дело, тоже с другим. Ну, в общем, в итоге она умирает, вот. Детей эта теща забирает моих. Я вроде и туда-сюда, я не мог ей спротивляться. Ну, в общем, вся жизнь суета. Все суета, суета и суета. Ну, а что, институт закончил. Я так вот еще подрабатывал. И в основном решили зарабатывать деньги. Надо квартиру, жилье. Ну, сколько времени? У меня уже 27 лет. То есть, надо, что, мужик без всего. Начали работать. Ну, ты там все строительство. Но, получилось так, что вот это строительство меня привело к Богу. Так строили, что я вот травмировался. Получил инвалидность, вышел на инвалидность. Ну, там, ремонтируешь фонарь, это фасады. И сорвалась линка. И, в общем, так, поломал обе ноги. Ну, конечно, я тут серьезно о своей жизни подумал. Ну, вот ты ищешь деньги, богатство, понимаешь? И что, вот ты умер, например, сейчас? И что твое богатство? Куда деньги-то уйдут твои? Вот все потоки материальные. И вот тогда я, конечно, очень серьезно задумался. У меня тогда было время задуматься. На вытяжке лежишь потихоньку-потихоньку. А я параллельно читаю все вот эти восточные, восточные все эти медитации, восточные все учения эти. Религиозные, нелелигиозные. Все, конечно, это нравится. Открывается тот мир, который просто перед человеком был в то время закрыт. А тут вдруг открылось. Кашпировские всякие все эти экстрасенсы. Ну, и вот. И православие. То есть, ну, и то читал, и это читал. Начал жития потихоньку вычитывать. И вот читал жития Серафима Саровского. И у меня как бы брякнуло. Я всю ночь не спал. То читаю, то перечитываю. И все, на следующий день стал православным человеком. Хотя внутри у меня боролось все. Боролось, то есть я все логикой хотел познать. Оказывается, познается это все сердце. Но, во-первых, покрестился. Это таинство этого крещения. Православие, оно точно так же, как зерно. Семя, брошенное в почву, оно прорастать начинает. И потихоньку оно прорастало, прорастало. Потом его прорвало. То есть вот это семя, оно лопнуло. И вот этот росток вылез. То есть это я почувствовал, когда читал Серафима Саровского. То есть все, я... Слушай, что я еще ищу? Что мне еще искать? Все, больше у меня никаких помыслов уже не было. Я говорю, без церкви я уже не уйду. Уехал я сначала в деревню свою. А потом из деревни ко мне приехал... Ну, приехал тоже паломник. То есть это, ну, он как бы путешественник приехал, Юра. Как он сказал, путешествовать, поехали. Я так это... Мне так вроде в сердце раз, это... Ну, искра. Загорелось путешествовать здорово. И я пешком пошел по трассе. Ну, вообще думал, как бы, до устья там это... Ну, дойти это... Море. В общем... И как бы я не дошел, конечно. Я вот дошел только до Стрижевого. У меня уже ноги начали отказывать. Я уже сильно изнемог. Вот. Что мне делать? Не знаю. Уже начал снег выпадать. То, где под сеном переночуешь. Что это? Ну, в общем, люди не пускают никак. Вот есть там такой монастырь в Гавырино. Вот. И я как бы это... Приезжаю туда уже ночью. Вот. Ну, думаю, наверное, он меня не пустит, этот настоятель. Мужик-то вышел. Ну, сначала там этот... Ну, этот... И настоятель сразу с ним же вышел, этот отец Герасим. Отец Герасим смотрит на меня, конечно, это... Ну, с такой любовью. Ну, а другой, Виктор, этот, говорит, да зачем он нам... Ты смотри, он... Он сидел там, это, и... Зачем ты его принимаешь? Он говорит, нет, надо его взять. Отец Герасим видит, что, как бы, ну, на меня жеби падает. И, как бы, берет меня к себе в алтарь. Я, как бы, ему помогаю. Года три, наверное, да. Года три мы работали, работали, занимались там. То есть, таметки свои. Деньги зарабатывали. И, понимаешь, и все, я чувствую, что... Церковь не существует, но у меня, внутри, она теряет. Слушай, я это чувство помню. Чувство помню такое. Мир, это сердечник. И все, я товарищу, своему напарнику говорю, нет, все, слушай, я, ну, конечно, надо заканчивать. И с этим делом идти в церковь. И тут, вот я первый день рождения. И пришел я на всеночное бдение в это... Третьего числа, на всеночное бдение, перед бдением. Прихожу в трапезную. А мне говорят, а ты что, не мотовилики? Я говорю, а что мотовилики? И там же в мужском министерстве. Как так? Ну, я не знаю. Понимаешь? И все, и пришел туда, смотрю, правда, служба. Смотрим. И думаю, ну, все, это есть, наверное, воля Божия. Пришел, покрестился в видении, понимаешь? Храма и в видение. Тут, как бы, вроде, у меня открывается путь. Наверное, это воля Божия. И в видении. И, скажем, вроде, в видении пришел. На литургии тут спел еще немножко. Я говорю, все, ребята, я у вас тут остаюсь. Он говорит, ну, настоятель говорит, ну, ты еще подумай, подумай. Я говорю, ну, думаю я до восьмого числа. А у меня Петр Александрийский, День Ангела. Нет, он говорит, восьмом числа. Ну, и вот, я восьмом числа уже пришел, уже жить. В Диаконскую хиротонию у меня было вне в видения. И все, вот через пять лет, вот считай, в двадцать девятом я крестился. В двадцать девять лет я крестился, в двадцать четыре, в тридцать четыре пришел в храм, ровно пять лет, тоже на введение. И потом, через пять лет, точно тоже на введение, пришел указ настоятелем Соликавского московного строя. Меня на клерес даже не пускали петь, потому что я как бы это, ну, он, отец Герасим говорит, у тебя голос это, ну, ты, говорит, ты воешь, а не поешь. Ты, говорит, воешь. Ну, у меня это досадно было, я плакал, что он меня так огорчал, не пускает на клерес. Ну, я пытался на гитаре, у меня не получалось, честно говоря, вот, играть. Ну, как бы это, у меня это, ну, ничего не, это, может быть, вот скрипка была бы у меня, я бы, может быть, на скрипке, может быть, и научился бы играть. А сейчас радость появилась, появился еще у вас? Ну, как бы тебе сказать, радость есть, ну, еще не та радость, понимаешь, я еще до той радости очень далеко еще. Ну, достичь эту радость. Я просто, как бы, сам Господь оразумлял, я тут вообще ни о чем, ни о чем, я вообще, говорю, неграмотный. Сначала я с пальцев нашел, начал играть в доме, там, в том старом доме, повешал эти пальчики, а от них звон идет, вот. И я, как бы, начал пальцами этими играть, и это... Музыка. 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 Когда рельсу нашел, и ветер... То есть это, я думал, думаю, может, из нее будет звук хороший. Ну, я хотел больше, все руками пилил, вон, видишь, пилкой я пилил. Ну, тут, тут целую это, месяц пилил. А потом вот здесь, эту пилил, вон, видишь, все это, как бы, все вкрепь шло, правда. Вот. И пилки у меня ломались, и я приходилось, даже, вон, видишь, это, приходилось вручную еще пилить. Вот. Ну, как сподобился, здесь же нужны огромные знания. А? Здесь же надо огромное знание иметь, чтобы так пилить. Без Бога мы ничего не можем. Я даже, честно говоря, без Бога это... Даже и шаг не могу пройти, потому что меня вот так штормит. Господь открыл мне, ну, жебий кинул, и это... Благословил, чтобы сделать. Я его сделал, вот этот, ну, опять все установил, все сделал. Одной детали не хватает. Вот если бы еще бы вот этот, этого, эту, ну, металл бы какой-то найти, его не хватает. И, в общем, я там, это, четыре года, по-моему, в Черденском монастыре пробыл. В общем, и в итоге, а я вот не могу там место себе найти, и все. Я на источнике там был, вот. И это, воду разливал людям, иконки там продавал, все прочее. Вот. Как бы это... Ну, меня заказу поставили, как бы это, ну, отец Герасим. Ну, и я даже это считать-то не умею. Люди надо мной смеются, правда, вот. И он мне говорит, давай, это, в скит иди. С отцом Петеримом познакомились, все такое прочее. Ну, как бы я узнал поближе его. И он едет сюда. Мы еще, как бы, еще сильно друг друга не знали. Ну, он, как бы, тоже не против был меня взять. И я, как бы, ну, беру благословение у отца Герасима, он говорит, нет, я тебя не благословляю ехать сюда. И, в общем, это, в итоге отец Герасим уже чувствовал, что я уйду от него. И он говорит, Владимир, прости меня, говорит, за все, падает мне на колени. И я говорю, батюшка, прости меня. Ну, он, как бы, в алтарь заходит утром, ну, а я это, как раз, семисвечник выжигаю. Он говорит, Владимир, прости меня. Он уже, как, чувствовал, что я уеду от него. Ну, что мы... И он прощается заранее, уже предвидит, что мы скоро уже с ним долго уже не увидимся. Точно на то же наведение пришел указ настоятелем Великавского москового монастыря. Пока я был настоятелем, ну, я человек не такой, как бы, вроде, неорганизатор. То есть у меня больше все-таки на чувстве. Ну, все-таки больше у меня такое чувственное. Я тяготился по нему, там чувство. Там оба храма, бывшая колония. То есть там же колония, в монастыре была колония. Все, конечно, все в железе, все в перегородках, камеры в храме. Камера, это все долбить, пыль, все. И, в общем, это вырезали, вырезали. Мы через целый год вырезали. Сперва из одного храма вырезали, потом из другого храма вырезали. Это все вырезали, слава Богу, конечно. Ну, вот этим, может быть, приход исплодился так. Конечно, батюшки, он сейчас... Самая главная забота его о строительстве храма в основном. Конечно, он такой подкинет мысль, бес. Чтоб только человек не был внимательен на молитве. А по идее, человек, когда перед Богом стоит, он не должен ни о чем земном помышлять. И ты уж как бы вроде по опыту знаешь, что это же не молитва. Когда, если ты думаешь, читая молитву, а мысленно думаешь, как мне кровлю, каким покрывать железом свою кровлю, то есть крышу, и то же все, внимание. Не просился настоятелем, владыка поставил настоятелем. Скорби кругом. Средства для того, чтобы восстанавливать. Ну, братья, слава Богу, как вроде есть, набирается. Ну, скорби. Я говорю, скорби. Вот где-то уже два года мне уже там все, уже предел уже мы их как бы вроде. И поехали. Я говорю, поехали куда-нибудь, надо в каком-то укреплении где-то получить в каком-нибудь монастыре. И тут бац. Архиерея нашего. Немай. Низданно, негаданно. Все, приехал, ловлях. Ну, конечно, каждый, как бы, каждый метла метет по-своему. Ну, а поскольку я, видимо, нерадивый, как оказалось, еще раз говорит, давай. И меня отправили в Чадынь. Правда, по-моему, послужили в Чадынь, послужили там не столько, полгодика, полгодика. А вот есть такой профессор, профессор Георгий Николаевич Чадынь. Он сам здесь, где же, где-то место. Георгий Николаевич, позвонил. Вы не хотите съездить на свою родину? Он говорит, как? Есть возможность, когда нет проблем. И вот мы поехали вместе. И он мне сразу, когда мы сюда заезжали, вот оттуда выезжали, вот сюда подъезжали. Тут еще домики, вот эти домики стояли. Тут сейсмопартия, там вагончики, все прочее, техника. Он говорит, вот тебе надо здесь же. А я так мысли-то думаю, ну, как вот он, то есть, как он, как бы, вроде, подсказал. И остался, это уже, слава Богу, слава Богу, уже 7 лет. 7 лет уже здесь. И без помощи, конечно, никакой, и в первую очередь, что Божия. То есть, самый главный мир. Потому что хоть сколько львов будет, если мира в сердце не будет, бегать будешь. А Господь дал такой мир, бегом. Ну, и все так получилось в Писавке. Определил мне этот статус архиерин. Наступила весна, приехали ребята. Рассказывал, не рассказывал, приехали. Ну, что, бабечка, ты будешь жить-то здесь? Или просто тебе, как, вроде, прихоть? Ну, они, понимаешь, что человек вспыльчивый, может, что угодно наделать, что себе сфантазировать. Я говорю, нет, я все, серьезно. Он говорит, ты что тогда можешь к нам, бомб, стоять? Я говорю, ну, давай. Как бы, вроде, подумаем это. Я говорю, ну, как, у меня артиллерийского благословения нет, как бы, вроде, я так. Он говорит, так, может, съездить к Архидею? Я говорю, так. Как, он благословит меня, не благословит? А как раз вот это время было. Успенский пост. Ну, и все, приезжаю в Пель. Подготавливаюсь, тоже еще помолился. А я так вот, как, знаешь, выехал так вот, как вот сейчас, возможно, сказать. Ну, ладно, надо сделать себя смиренно, в состояние, в смиренное состояние поставить себя. Если воля Божия, он скажет, нельзя. А если нет, а меня уже чуть ли там уже не вывесили, что лишен Ниссана, там, ночью для служения и все прочее. И уже, как бы, вроде, подготавливают документы. А тут я пришел, помолился, думаю, ладно, пойду, в канцелярию захожу. Там, это, батюшка, сидит. Он, ну, знакомый. Говорит, чё, ты херее уходишь? Я говорю, ну, на, попасть. Он раз, зашел, сказал. Ну, все, дверь открыта. Он говорит, давай, пусть заходит. Ну, я, конечно, уже из смиренного состава пришел. Пришел. Владыка благословитель упал на коленки. Ну, это не для того, что это не играя было. Просто я просто в состояние такое пришел, как перед Богом. Господь должен сейчас решить архиерей. Понимаешь, как Бог? Я так и настроился. Как Бог? Вот, ну что, самочинник. Ну, подымайся, подымайся. Возьми благословение архиерея. Ну, я подошел, так, благодейно. Слушай, как к руке Христа приложился. И все равно говорит, ну, вот, что такое Божия, Божия воля. И он так говорит, ну, что, поди строится собирающая. Я говорю, как благословит себя Господь? Как благословит Господь? Если благословит, то благословит себя. Ну, чё, и храм, наверное, там собираешься ставить. Так вот, я говорю, есть, вроде, помощники, говорит, поддержку дадут. Он говорит, и в честь кого храм? Я говорю, вот, не знаю, заехал, я говорю, 22 марта, уже сюда окончательно. 40 мучеников в Севастейске, великий пост. Благословиться, может быть? И он так говорит. Так задумался, а он на Афоне был. Вон же там на Афоне ведь монастырь есть. 40 мучеников в Севастейске. Он задумался, задумался. Бог тебя благословит. Бачка нам призвал. Пусть пишет прошение отпечатать. Я сейчас так же подпишу. И антимит тоже. А это просто кашку я нашел, это, это, ну, как бы, ну, просто, как бы, надо, ну, хлеб себе зарабатывать. Я вот так выхожу, ребята, дайте хлебушка. Или там это, ну, сахарку там дайте, понимаешь? Как бы надо выходить из всяких положений бывает. Ну, сейчас-то много мне сейчас ребята знают, ну, как бы, помогают, стараются помочь мне. Вот кедр тоже, он, видишь, уже какой, пушистый. Вот, ну, вот, там еще кедры посадил дальше. Видишь, одна там под бочкой сидит. Тут норка у меня, это, часто посещала щук. Сейчас я вот так сделал, что-то какие-то... Она пытается у меня их взять, но сетка не дает. А так она у меня их воровала, норка. Я прихожу, щук нету. А это как бы на зиму готовлю, бывает, заготавливаю их в бочку осенью. Они долго-долго живут, вот, по месяцу даже, по два живут. Вот, о том, когда заморские, тогда их это замораживаю и это зимой кушаю. Вот. Старостные радости, молодостные жизни. Дальше, что будет, не знаю, дожди. А картошка у меня вот там, на этой, у тех домов поближе. Давай-ка, знаешь что, подержи, я сейчас гвозди обрежу. Вот так вот, подержи. Я сейчас гвозди обрежу вот этот. Ну-ка. Оп, куда упал? Вот он. Ага, вот. Давай, сейчас мы его ремонтируем. Сейчас мы прибьем гвоздика. Вот. Сейчас уже никуда не спадет. Ну что, пойдем копать. Который Владимир, ну да, конечно. Знал, я и по Пианскому монастырю знал его, и по Черденскому монастырю знал. Ну, он там такой особый, особый брат. Во-первых, у меня, я не знаю, как-то вот так вот спокойно отношусь к животным, спокойно. То есть у меня ревности какой-то такой вот по животным нет. Вот Володя, он там больше любит птички. По-моему, наверное, им строят скворечники, кормушки. Ну, я морковку выращиваю. Морковку, лук. Ну, я не говорю, что там огурцы. Выращиваю помидоры. Ну, сейчас рассады проблема. Она не совсем у меня доходит. Холодно уже здесь. Продолжим, продолжим. Да. Лично тебе. Вот у нас трактор. История трактора. Вот мы когда вот собор-то делали, то есть вот икель, устроили, все на руках. Я говорю, мужики, если мы решились строить, строить, нам без трактора тут не обойтись. И вот появился трактор у нас. Совсем случайно. Так. Осторожней. Тут у нас все уже прогнило. Вот трактор. Он, может, не совсем заведется сразу. Тут что-то все искрит. Ну-ка, попробуем. Оп, видишь. Это трактор из шахты соляной. Его исписывали. Возьми ключ. Вот ключ возьми. Вот этот ключ возьми. Тут не открыть, не открыть, не открыть. Тут это заклеено все. Он развалится. Вот этой штуковиной. Открой вот эту штуковину. Вот эту штуковину. Да, да, да. Нет, нет, нету. Ниже, ниже ящик вот тот. Ящик, ящик. Ящик, ага. Вот открой. Вот тут проволочка. Ага, убираю ее. Там аккумулятор. Аккумулятор. И вот надо замкнуть с этого на массу. Ну вот страшно. Думаешь, мне не страшно? Ты думаешь, мне не страшно? Мне тоже страшно. Аккумулятор сейчас. Нет, ничего не волнуйся. Даже переживать не стоит. Так. Так. Вот что так? Вот появилось. Появилось. Вот что-то. Подожди, сейчас я тут подбью. Тут контакт, видишь? Что получилось? Сейчас заводить. Он все сгнило. Понимаешь? Соль, ведь он работает в соли. Брать, ты благослови тебя. Бог тебя благословит. Давай. С Богом. Пропало? Вот такая техника у нас. Да. Тык-нык. Вот такая техника. Ну я сейчас сделаю. Господи, помилуй. Не отключается, видишь? Не отключается, а? Вот. Работает. Да, не отключается. Видишь, сцепление уже заклинило. Его надо на себя дергать. Ну что, слава богу, работает. Все нормально, ребят. Вот с этого начиналось все. Это летняя кухня у нас была. Летом здесь готовили. А сейчас проще. Сейчас газ. Вот в том доме, когда мы служили, там у нас, вот в правом, в правой части дома, там у нас храм был. И там буржуйка была. Пока правила читаешь, она сгорает, составишь щейник для теплоты. И все. И начинаешь служить. Служил даже тогда, когда лед застывал в рукомойнике. Ну вот, перед вами храм. Это наша была задумка такая, своеобразная. Привезли рубщика с собой, уже вот который срубил. Техника никакая, все руками, канатом, и это все вытаскивали сюда. И было очень тяжело. Ну давайте сейчас пройдем в храм. Заходите. Тут еще материал. Еще рабочее состояние. Но мы, слава богу, уже здесь служим. Иконостас заказали мы в Целикамске. Хороший тоже парнишка. Молодые, они все, главное, молодые, умеют делать. Вот утварь тоже, мастер один, кузнец, делал в Целикамске. Ну это я сам тут смастерил. Из тумбочки тоже какая-то тумбочка была. Да, вот я нашел, у меня тут осталось 17 бывших тут жителей. Ну что так устроилось. Вот храмовая икона. Храмовая икона в честь 40 мучеников. Ну, с Божьей помощью все получилось, как вы видите. Ну не совсем, конечно, наверное, как бы ради финала. Финал пришла, пришла наша затея, но вот определилась. Так сказать, когда закончен. Я думаю, наверное, сложно сказать, когда закончен. Какой-то храм, какому-то храму пожертвует. Потом он становится богаче, покупает колокола. Колокола покупает. А вот эти нам передаются. Я думал раньше вот так бы вот найти бы такой кедр, ну, то есть большой очень, чтобы там дупло было. И там поселиться, понимаешь? Ну, Господь не это мне, ну, не дупло сделал, то есть показал, а показал просто то, что можно там лежанку сделать. Как в детстве, вот, ну, когда мы были пацанами, мы старались где-нибудь сделать, я имею в виду, где-нибудь сделать, ну, такой шралашик такой. Как на корабле. И вот ветер дует, и что интересно, иногда бывает даже. И мне кажется, что я вот так, это, ну, тоже вместе с кедром шатаюсь. Вот что интересно. Ну, как бы я хотел бы, конечно, быть, ну, на море. Что же, то есть до самой кончины бы, наверное, плавал бы, наверное. А Господь, видишь, благословил насушивающих быть. Ну, просто чудные твои, Господи, дела. Ты что, я, я просто как бы отчельник, и, ну, как бы, как один говорит, святой тоже опять говорит, надо быть маленько, ну, дураком, маленько быть врачом, маленько быть, это, то есть сумасшедшим быть. Маленько сумасшедшим, маленько врачом, это, музыкантом, то есть певцом, вот. Ну, в общем, тут все премудрости, в общем, должны быть. Вот, иногда мне вот, когда тоскливо, сильно, я тогда начинаю петь. Песня. 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 Которые страдают люди, сильно жалко, конечно. Которые немощные, больные, жалко, конечно. Эти фарисеи говорят, ну-ка ты замолчите, чтобы они не пели. А он говорит, если они даже перестанут петь, то камни завопиют. И я как бы это, ну вот этот, ну, помысл вот этот, я как бы думаю, а что вот камни, это же металл, вот он, вот он металл. Он и как бы вопиет Богу, понимаешь, очень чудно. Как бы это, говорит, хоть ты и молчишь, но камни вопиют, но как бы металл вопиет к Богу. Вот, это разве не чудные твои, Господи, дела? Чудные твои, Господи, дела? Вот. Я это утром встал и что это, так помолился, конечно. Потом это, начал это делать. Ну, все-таки это, надо до ума доводить этот агрегат, все-таки. Ну, все, чтобы, знаете. Что в головном-то? Ну, просто материал надо поискать. Ну, что мне не хватает, все-таки, какой-то там такого звука необыкновенного. Может, если, может, вдруг Господь благословит и найти такой металл. Будет такой звук необыкновенный. И такая радость у меня будет тогда. Понимаешь? Вот что самое главное-то, понимаешь? Понимаешь? Отлично. Эта была свежая кое-кимия, что огня. Здравствуйте, ребята. По-кому что, понял, здесь были металлисты, они, походу, весь металл собрали. Ну, это можно, знаешь, куда, я думаю, сказать, вот там это люди бросали, вот, как бы, еще, когда люди жили, там, где вот около могилок, ну, аэропорт, около аэропорта, там посмотреть, может быть, там это, это, может, колесо надо найти, колесо мне надо, чтобы оно звонкое было такое. Он, знаешь, должен не тонко изменить, а такой, знаешь, такой гром, как гром, понимаешь, вот такой, ну, чтобы это, чтобы такая была это, необыкновенная, чтобы было это, ну, может, Господь все равно как-нибудь сподобит найти такое. Ну, в общем, нету пока воли Божьей. Перевоз, да. Опа! Перевоз, да. Продолжение следует... 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 с другой стороны я не могу с той стороны подойти он также не может ко мне подойти вот в общем мы 200 стороны никак не можем может как-нибудь господь когда-нибудь честно говоря мне не сильно здесь нравится как бы сказать не очень то здесь у меня ну как бы но опять же и мире мне там тоже тоже чувствую что у меня там тоже делать вообще ничего мире мире вот 20 лет вот да где-то примерно 20 лет вот уже даже с родными не общаюсь я как бы сам как бы как на распутье я просто еще господа жду все-таки как какой меня будет еще призыв я даже сам не знаю вот точку эту не могу все-таки найти вот где-то вот где-то есть где-то вот и не могу еще еще найти вот эту где мое место для все-таки в жизни нет я не скажу от мира уход не для меня ценно это что опыт я приезжаю к этому на стенке сразу сразу все задают вопрос стоит ли ехать куда-то и вы ребята уже опыт знаешь с кем приходится воевать вы тут бои боюте с людьми а мне приходится своим страстом ну что не скин то есть не скин воевать со страстями они вот наголо вывашен пишет он пришел помощь он будет тебя долбить пока тебя не задолбит иначе попробуй как ты вот сейчас мне 50 вот хвостиком вот тут пошли пошли бы 70 до 70 лет это приобретение опыта сейчас я думаю что вряд ли у нас сейчас есть настоящие пшеники вообще в церкви еще в церкви почему потому что утрачено приемственность и вот здесь слава богу мне то есть как вроде господь немножко от приоткрыл это лишь по благодати господь дал знание определенное а потом отходит ищи вот еще встретимся может господь еще раз я уже сподобен встретиться все